всем привет я Маша и вы на канале интерьерный маньяк и я дизайнер смотрите за моей стеной какая классная стенка я вам сейчас ее поближе покажу а самое что важно я не учу вас ее делать даже если у вас внимание кривые стены вот такая вот интересная фактура стены получается благодаря этому эффекту делать его элементарно сейчас вы увидите дальше видео эта стена у меня на самом деле отделяющая кухню от гостиной и она честно сказать была достаточно кривой потому что ну все мы сталкиваемся со строителями даже если вы не умеете делать сами ровные поверхности это фишка тоже для вас я специально сымитировала неровной стены как бы это сделали строители ну или мы своими ручками смотрите разводим шпатлевку и вот такими вот движениями как будто мы вытираем шпатель мы наносим ее в хаотичном совершенно порядке можно наносить шпателем толстым можно тонким по ширине и это уж как угодно я наносила толстым потому что мне нравится больше эффект а такой ажурности стены вот я показала поближе как это делается на самом деле это элементарно просто мы как будто вытираем остатки шпатлевки пателем об неровность стены тем самым ее не так сильно будет видно и она будет сглажена вот вблизи я вам показала такое вот что-то такое хаотичное у нас получилось чем хаотичнее тем лучше спустя минут 15-20 смотрите как стохнет ваша шпатлевка мы как бы сбиваем все неровности немного приглаживая и утапливая тадам а теперь начинается самое интересное декор стены мы берем обычные трафареты которые можно купить ну строительным или я их заказывала вообще на вайлдеррис размеры могут быть разные от больших до маленьких и рисунок тоже благодаря все вашей фантазии когда ваша шпатлевка высохла мы клеим на нее трафареты с помощью малярного скотча рисунок и композицию составляете сами так как вам нравится я выбрала восточные мотивы так как мы помним у меня квартира переделается по балийскому стилю совершенно также берем мы немного шпатлевки на шпатель и просто насколько возможно плавно распределяем это по трафарету ничего сложного в этом нету просто берете и протягивать можно взять шпатель побольше но у меня он просто был занят и и и и и Дальше мы аккуратно на еще не высохшей шпатлевке Дальше снимаем трафарет и идем обязательно мыть Не повторяйте моих ошибок Засохнет, потом трафарет красиво не получится Обязательно моем Ну и вот такой вот рисунок Он видно пока еще мокрый у нас получился Можно чуть-чуть тоже спустя минут 15-20 Его как бы придавить, прижать шпателем Как мы делали это в начале Теперь самое приятное Когда все у нас подсохло Мы берем и красим цвет основной стены Который будет У меня это такой бежево-розово-пыльный Потому что мне он больше всего подходит по терьеру Но обязательно берем более темный цвет Сейчас вы поймете почему А теперь начинается магия Ну или по-простому лисировка Мы берем вот такую вот маленькую сухую губку Мы начинаем поглаживать как бы нашу стенку И все выпуклости становятся светлыми А все темные, которые внизу Они так и остаются темными Такой вот способ Один из способов так скажем лисировки Где-то можно чуть-чуть придавить ее Чтобы был немножечко поинтереснее рисунок Что и в глубине у нас как бы дошла такая белая красочка И так смотрите Краску мы берем Наносим Но как бы отжимаем То есть она не должна быть Губка полностью в краске Она должна быть отжатой Только такой небольшой верхний слой Ну вот и все Наша стена готова Можно переносить на большие форматы Не бойтесь У вас все получится Это очень-очень легкий способ Ну вот так вот Мне очень нравится Такой декоративный прием Трафареты можно брать Абсолютно любые Просто На что Просто способна Ваша фантазия Вот такой вот был Небольшой мастер-класс от меня А как вам? Сделали бы себе такое дома? Пишите Ставьте лайки Подписывайтесь Ну а дальше Больше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok